Врачи-травматологи точно скажут, кто чаще всего попадает к ним на прием. Пожилые люди. И неудивительно, ведь с возрастом хрупкость костей увеличивается, развивается остеопороз. Почему так происходит? Есть ли целебное средство, помогающее укрепить опорно-двигательный аппарат? Ученый и долгожитель Борис Болотов уверен, есть. Настало время узнать, как сохранить кости здоровыми и крепкими на долгие годы. Не секрет, что после 40 у многих людей начинают проявляться проблемы с костями. Возникает предрасположенность к частым переломам, болят суставы, ноют кости. Большинство уверены, что все это признаки приближающейся старости. Организм изнашивается, и ничего с этим поделать нельзя. Движения становятся меньше, мы перестаем следить за весом. Допуская наличие лишних килограммов. И все это, в конце концов, выливается в потерю активности, работоспособности и даже возможности нормально передвигаться. Академик Болотов — известный ученый и изобретатель, который всегда стремился найти ответы на вопросы о здоровье и долголетии человека. Его учения подтверждены 40-летней практикой. И в этом году, когда ему исполняется 94 года, он продолжает свои исследования, помогая всем желающим продлить жизнь и улучшить ее качество. Академик всегда подчеркивает, что забота о здоровье начинается с нас самих. Нужно взять на себя ответственность за свое здоровье, хорошо изучить информацию и попробовать различные способы оздоровления, подходящие именно для вашего организма. Очень важен индивидуальный подход, и то, что может вылечить одного, второму может даже принести вред. Сегодня мы последуем его совету и поговорим поподробнее о здоровье суставов. Одной из основных причин проблем с суставами, по мнению академика, является избыток кальция. Неожиданно, правда? Ведь кальций необходим для костей. Но дело в том, что его переизбыток может привести к неприятным последствиям. Известно, что с возрастом усваиваемость кальция, как и других полезных элементов, ухудшается. Непереваренный переизбыток солей кальция начинает откладываться на суставах, вызывая боль и дискомфорт. Главной из причин такой проблемы академик Болотов считает снижение концентрации желудочного сока, которое начинается после 30 лет и продолжается до конца жизни. Если решить эту проблему, то суставы и кости станут значительно здоровее. Как вернуть здоровый желудочный сок? Именно для решения этой проблемы более 30 лет назад академик Болотов создал свой бальзам, состоящий из комплекса кислот, которые позволяют вернуть себе желудочный сок, как в молодости. Также для облегчения усвоения кальция Болотов рекомендует старшему поколению отказываться от цельного молока в пользу кисломолочных продуктов – творога, кефира, йогурта. Бальзам способствует предотвращению развития остеопороза, помогает справиться с болями в позвоночнике, ускоряет заживление переломов, очищает суставы от отложений солей. Кроме того, он способствует восстановлению правильного и эффективного пищеварения, улучшает моторику кишечника, выводит токсины и шлаки, стимулирует выделение желчи. Следующая проблема, из-за которой возникают проблемы с суставами – это недостаток коллагена, элемента наиболее необходимого для здоровья суставов, костей, кожи, мышц и волос. Вместо того, чтобы употреблять большие количества кальция, гораздо важнее поддерживать его баланс с коллагеном. Коллаген – это основной белок соединительной ткани. Наш организм вырабатывает его из аминокислот, поступающих с пищей. Из этого следует, что в меню обязательно должны присутствовать животные жиры. Особенно при проблемах с суставами академик Болотов рекомендует употреблять в пищу холодец. Кроме насыщения организма коллагеном, холодец оказывает общеукрепляющее воздействие и улучшает пищеварение. А еще он надолго заряжает энергией. Для того, чтобы коллаген синтезировался, нам нужны витамины. Это витамины С и К. Для их получения академик Болотов рекомендует регулярно употреблять квашеную капусту. Всего в 100-200 граммах этого натурального и полезного ферментированного продукта содержится суточная норма витамина С. Следующий необходимый для суставов элемент – это витамин D. Вырабатывается он под воздействием солнца. Так что принимайте солнечные ванны. Только избегайте часы пиковой активности. В холодную пору витамин D можно получить с жирной пищей. Он есть в сливочном масле, селедке и яичном желтке. Последние два самых важных элемента для суставов – это фосфор и цинк. Их мы можем получить из бобовых, субпродуктов и орехов. Говоря об определенных продуктах, необходимо делать скидку на здоровье пищеварительной системы. Ведь при ее нарушениях, сколько бы ни употребляли полезной еды, нормально усвоить витамины из нее организм просто не сможет. Поэтому-то Академик Болотов и называет ухудшение пищеварения, вызванное низкой кислотностью желудочного сока, главной причиной, почему с возрастом начинаются проблемы с суставами и со здоровьем в целом. Кроме специально разработанного им бальзама Болотова, для решения проблемы низкой кислотности желудочного сока, Академик Болотов также рекомендует включать в рацион натуральные уксусы и квашения, делать квасы на молочной сыворотке по его рецептам. Перед тем, как рассказать вам о последнем по списку, но не по значимости канале, хотим пригласить вас подписаться на телеграм-канал Центра Болотова. Кроме полезной информации, при подписке сейчас вы получите бесплатное меню по Болотову на каждый день и консультацию врача. Ссылку на канал мы оставим в описании. Снять дискомфорт и боли в больном суставе помогут примочки по рецептам ученого. Академик Болотов рекомендует три вида примочек. Первый – с разведенным 1 к 3 бальзамом Болотова. Второй – со специальным гелем Болотова для суставов. Третий – с уксусным настоем багульника. Последний – оздоровительный уксусный настой вы можете сделать сами. Для этого в пол-литра натурального уксуса нужно всыпать полстакана измельченного багульника и настоять не меньше 2-4 дней. Такие примочки помогут намного лучше, если использовать их по схеме Болотова. На разогретый ванной и легким массажем больной сустав нужно нанести достаточное количество геля, либо смоченную в разведенном бальзаме или уксусном настое, марлю и обвязать полиэтиленовой пленкой. Сверху нужно обмотать теплой повязкой, например, шерстяным платком. Такой компресс, установленный на 20-40 минут, позволяет снять боль и уменьшить воспаление. Если нет кожных реакций, то можно оставить его и на всю ночь. Особое внимание академик Болотов уделяет и тепловому режиму. Ученый категорически против переохлаждений и настаивает на необходимости тепловых процедур. Ванны, в которую можно добавить морскую соль, а также бани с березовым веником. А для больных суставов он советует такой теплый рецепт. Нужно прогреть сустав мешочком с горячей морской солью, затем втереть в разогретые суставы подогретое растительное масло, после чего опять сделать солевое прогревание сустава. Соблюдение этих рекомендаций поможет улучшить состояние суставов даже в пожилом возрасте. Академик Болотов сам живой пример того, как правильное питание и забота о суставах могут сохранить активный образ жизни на протяжении всей жизни. Его простые рецепты для оздоровления и поддержания оптимальной кислотности желудочного сока могут помочь каждому. Будьте здоровы и до новых встреч!